Очень тяжело вставать в пять. Вообще очень тяжело. Когда приходишь сюда в половине седьмого, подгружаешь музыку, включаешь вот это вот всё, когда вот это вот всё звучит. Проснуться так рано, радиоведущая Наталья Легостаеву помогает кофе и творчество группы Чиж. До эфира полчаса. Она формирует музыкальную программу согласно плейлиста и ещё раз читает сценарий. Он написан накануне. Не следует думать, что в эфир летят слова, которые только что пришли в голову. В ордовском документе прописан весь сценарий двухчасового эфира. Конечно, и здесь есть место для импровизации. Доброе утро. Вторник, седьмое мая на календаре. Плюс семь градусов сейчас в нашем городе. Семь утра. Начало рабочего дня. Пять раз в неделю Наталья будет перь. Что сложно в профессии радиоведущего? Когда техника подвисает. Больше ничего. Когда какие-то вот неожиданные моменты. Лучше вот, когда готов к эфиру, знаешь, что у тебя будет, когда всё разложено по полочкам. А когда эфир по каким-то причинам идёт скомкано, и ты чувствуешь, что какая-то косноязыкость появляется. Это вот, ну, оно как бы раздражает. Сегодня всё в штатном режиме. Техника сбоев не даёт. Именно этот день вошёл в историю мировой науки и техники, как день рождения радио. Сегодня слушатели пишут студийную Аську, за что благодарны изобретателю радио. Спасибо Александру Попову, говорит и Наталья. Изобретение физика вот уже 12 лет обеспечивает её заработком. Люди услышали о начале войны по радио, и в течение этих лет оно стало проводником информации. Также о её окончании по радио были произнесены радостные речи. Думаю, это самые важные моменты из жизни радио. Спасибо, товарищ! Хороший такой кусок, два часа жизни прожил утром. Нормально. Не успеваешь проснуться, а уже эфир отработал. И потом ещё колбасит часа два, наверное, после этого. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова